Всем привет-привет! У нас сегодня просто прекрасная погода. Как же, я не знаю, но солнце настолько влияет на настроение и на состояние души, и на меня очень ещё и влияет в плане работоспособности. Зимой очень тяжело, ну, что я вам рассказываю. А сейчас просто рано просыпаешься, уже в полвосьмого, в полдевятого уже всё, я уже встаю и думаю, так, какими делами я займусь, что я буду делать. В общем, реально готова к труду и обороне. Ой, у меня... Сейчас покажу вам. Вот так ломаются цветы, не знаю, наверное, сильно короткая для них вазочка, и они у меня все поломались. Вчера делали фото, два цветка сломали, и понагибались тюльпаны. Видимо, короткая всё-таки ваза для них. Вот, я, как говорится, сижу, работаю, привела себя в порядок уже, вымыла волосы. Так, что там у меня, господи, со школы деньги вымогают. В общем, кстати, покажу вам комментарий по поводу нашей школы. Вот он просто раскрывает в себе всю суть. И я реально задумываюсь о том, что нам нужно будет поменять школу. Очень многие писали в комментариях по поводу того, что, мол, в чём проблема, взяли и поменяли школу. Но вы же понимаете, что ребёнок тоже привыкает к коллективу. Когда человек приходит в новую школу или в новый коллектив, на работу, куда угодно, идёт какой-то период адаптации. И каждый раз менять коллектив, менять школу — это тоже стресс определённый. Понятное дело, что здесь во благо, поэтому я буду смотреть, наверное, на следующий учебный год что-то другое. Я думаю, Ритулечка будет не против. Возможно, кто-то из одноклассниц тоже захочет перейти в другую школу. Посмотрим. Но мысли есть. Однозначно я буду анализировать, смотреть. И вместе мы уже с ней решим, куда нам двигаться дальше. Вот. Что-то меня подташнивает сегодня. Камень на месте сидит. Тут без изменений, даже не возвращаясь к этой теме. Мои тюльпаны, это вчера Катюша покупала, но очень тонкие ножки, видите, и они прям вот тут вот перегибаются. И всё, вот этот уже на грани сломаться. Вот я его уже не знаю, как поставить, чтобы он держался. Вот. Вообще, конечно, красавчики, но не знаю. Я их подрезала, может быть, вообще подрезать. Получается, что было их семь. Два мы сломали. И, в общем, они у меня стоят вот тут вот на столике. Я сразу, забегая вперёд, скажу, что у меня нет вот этих предрассудков, типа цветы на похороны, не на похороны. Чётные числа, это только в наших постсоветских странах. Есть это предубеждение. Во всём мире такого нет. Вот. Но что выбрасывать, красивенькие стоят они тут так с ароматами красивых. Вчера, кстати, привезли новый L'Avée Belle. Где-то, наверное, года 4, нет, наверное, даже лет 5 назад это был мой любимый аромат. Именно в первой версии, когда он только-только вышел. Вот. И я прям 2, по-моему, 2 бутылька использовала 2,5 даже до дна. Да, ну, половинку недопользовала. Потом стала просто много разных пробовать. И уже появились там другие фавориты. Но я очень любила L'Avée Belle. Это вышла новая версия, девчонки. Но хочу сказать, что именно эта версия нравится мне из всех, наверное, меньше всего. Мне очень нравится флораль такая, более полегче, но она с розой. А здесь, ну, вот белые цветы. Я не очень люблю вот этот вот холодок в ароматах. Поэтому это просто чуть-чуть не мой. Но он все равно такой же красивый и прекрасный, как и предыдущие версии. Просто он другой. Я уверена, что у него будет очень много поклонниц красавица Джулия Робертс. Вот. Хочу сказать, что очень классно мне заходит сейчас Джорджи Армани. Это парный аромат мужской. Сереже очень понравился. Тоже он пользуется с удовольствием. Он зашел ему отлично. А кто ты такой? Мальчик такой хороший. Вчера наелся какой-то гадости. Вернее, я знаю, чего он наелся. Он наелся... Мика точит когти. Такая у нее досточка. И там вот эти лохмотья с нее летят. Прутья такие с нитки, веревки, можно сказать. И вот он наелся этих ошметков. Я не знаю, голоден ли был или что ему в голову взбрело. И вчера у него целый день болел живот. Целый день ему было плохо. Но сегодня уже нормально. Да, чудик ты мой. Чудик. Ты такой красивый. Я, кстати, девочки Илюшу перевела сейчас на натуралку. Я ему готовлю еду сама. Потому что тот паштет, который я ему покупала диетически, он им не наедается. И у него просто до истерики. Я уже рассказывала, что попрошайничал жутко. Я понимала, что он просто голоден. В общем, я сейчас покупаю просто куриную грудку. Отвариваю ее туда, добавляю овощи и морковочку, брокколи. Не, картошку не добавляю. В общем, овощи и кашу. Добавляла в один раз овсянку. Второй раз вот сейчас он кушает с рисом. Вот. Это все перемалываю в блендере. И даю ему. В общем, он с удовольствием кушает. Часть я сразу сварила кастрюлю. Половину заморозила, достану, потом разморожу и будет он еще несколько дней есть. Короче, наверное, так пока будем питаться, потому что ему можно только диетическую еду, да, такое все отварное, как к ребеночку. Ну и вот я пока нашла выход из ситуации. Столько манипуляций было проведено с моим лицом, вернее, с пигментацией, что я, конечно, категорически против ее возвращения на мою кожу. И я буду максимально прикладывать, конечно, усилия, чтобы защитить ее. Поэтому вот сейчас, вот как только появилось солнце, в принципе, я зимой, когда было сильно пасмурно, я не использовала специальный крем, да, но у меня всегда тоналки с SPF. Вот, а сейчас я и под тон наношу SPF. И тон у меня сегодня, кстати, Estee Lauder увлажняющий, там тоже SPF 45. Вот, а защита крем SPF 50. И только вот я вижу солнце, все, я сразу защищаюсь, потому что я полгода лечила пигментацию, я полгода ходила на процедуры для того, чтобы ее убрать. И, конечно, лицо не идеально. Девчонки, у меня на самом деле, естественно, что эта камера, она немного сглаживает, она немножко блюрит. Вот, такой есть у нее эффект. Я, кстати, не знаю, как тут еще не разобралась. Хочу сходить, кстати, на курсы по Sony, чтобы и фотографировать этой камерой, и нормально научиться, и правильно настройками пользоваться. Вот, нужно разобраться, как немножко убирать блюр этот, вот. Ну, конечно, делает красивую кожу, там все дела. У меня ушла 100%, конечно, пигментация, и тут никакого обмана, вот. Но лицо не такое прямо мега гладкое. Да, оно ровненькое, не такое страшное, пятнистое, как было летом, но все равно вот прям до такого идеала, наверное, мне не добраться никогда, но потому что у меня такая кожа. У меня и родинки, и эта пигментация, она со мной. Мне главное, вот, чтобы она не увеличивалась. И по поводу, кстати, помады. У меня в комментариях спрашивали про помаду, то ли я в прошлом видео вам показывала, или я в Инстаграм показывала. А, я в Инстаграм снимала видео с макияжем и показала помаду Бобби Браун. Я сейчас вам покажу, потому что там девчонки многие не могут ее найти из-за того, что нужно знать именно линию помад. И у меня есть еще одна помада, вот такая коричневая, это тоже из этой же серии, вот, только оттенок другой. Они обалденные. Помады очень классные тем, что они питательные, и кремовая текстура. Я вот такие очень люблю. Опять же, я блески не так боготворю, как все-таки помады. И мне нравится, вот, чтобы они не липли, были в таком питательном, увлажняющем виде. Так, я сейчас открою эти помадки и покажу вам. Показываю помады. Это вот то, что мне очень нравится, мои такие фавориты, и я часто к ним обращаюсь. У меня есть две помады, Бобби Браун. Вот так они выглядят. Смотрите, это линия Luxe Lip Color. Luxe, Luxe, Luxe. Это помады из линии Luxe Lip Color. Вот, вот так они выглядят. Сейчас они вам сфокусируются. Глаза уберу свои. Вот, значит, оттенок такой, чайной розы. Вот, смотрите, какой красивый. Переключайся, дружище. Очень красивый. Это оттенок Uber Pink. Uber Pink. И второй оттенок, который у меня сегодня на губах, коричневый. Это Uber Beige 32. А здесь почему-то... Ну, тут вот есть, я вижу. Нет, здесь без номера, а здесь с номером. Вот, я не знаю, почему они отличаются. Но, в общем, это такие две помады, видите. Видите, мне кажется, что вот на каждый день, если у вас более такой розовый макияж, то вот это подойдет. Если вот такой, как у меня сегодня, больше золотистый, да, у меня, рыжеватый такой, то вот эта помада. Вот прям они у меня две на сегодня прям любимые. Хотя, понятное дело, много любимых помад, но именно эти две очень нравятся. И обратите внимание, я знаю, что чем мне еще Bobby Brown нравится, у них в магазинах, в корнерах можно купить миниатюры. Реально, это очень прикольно. И такие палеточки маленькие, там, с хайлайтером, например, да, либо маленькую тушь, либо там, ну, любое средство вы можете купить в миниатюре. Это вообще очень прикольно, это очень удобно. Во-первых, вы можете просто попробовать, да, и маленькие помадки, по-моему, тоже есть. Да, маленькие помадки у меня есть. Вот, вы можете просто попробовать средство. Да, и если вам там быстро надоедает косметика, то миниатюрка это прям супер выход, потому что такие огромные палетки, ну вы сами понимаете, ими можно просто пользоваться годами и не использовать до конца. Миниатюрки это прикольная тема и очень удобно в плане того, что вы можете протестировать. Это вообще, как говорится, не на правах рекламы, это просто моя личная рекомендация. Ну и вот эти две помады вы просто спрашивали по этому рассказу. Вообще сегодня просто шикарное настроение, не знаю, наверное, это всё солнце, потому что вчера я немножко грузилась из предыдущего видео, даже не хочу возвращаться к этой теме. Как говорится, кто понял нормально, тот понял. Я не донесу для вас уже свою мысль, если вы как бы не понимаете. Вот, просто сделаю акцент ещё раз на том, что я не прошу ни у кого денег. Всё, тема закрыта. Вот, я как-то грузилась немножко. Но сегодня солнышко светит, я стараюсь думать о позитивных вещах, о хороших. И жду сейчас Ритулю, наверное, надо быстренько что-то ей приготовить. Уже второй день хочу сделать рецепт из Инстаграм. Вернее, нет, это рецепт из ТикТок. Ну, короче, там всё просто, но вот просто вирусно зашёл этот рецепт, и все его начали резко повторять. Что? Рецепт просто со спагетти берётся фета, берутся помидоры, травы. Фета с помидорами запекается в духовке, и потом отвариваются макароны, и всё это красиво смешивается. Конечно, в соцсети это всё подают так прямо ух-ух-ух, и это прямо вот разлетается, как идея рецепта. Вот, я сейчас как раз и, наверное, возьму и приготовлю, потому что реально вчера собиралась, но то просто вермишельку сварила ей с котлетками. Вот, поэтому сейчас буду готовить, ну, может, вам что-то и покажу, как это всё в процессе будет происходить. У меня всё по-простому. Но я, кстати, сейчас эти помидорки разрежу, потому что они слишком крупные. Конечно, в ТикТок рецепте это всё красиво, ну, нам главное под себя адаптироваться, поэтому... Так, кто пришёл? Всем привет! Так, и я кладу фету. Видите, я беру маленькую ёмкость, потому что мы сейчас будем кушать вдвоём, и я не вижу смысла переводить продукты, сейчас много готовить. Хотя у меня здесь фета ещё есть, не знаю, может быть, потом на разогрев. Посмотрим. Положу либо всё, либо вот эту половинку, и порежу сюда сейчас помидоры. Юля говорит, что погода шикарная. Реально, она просто идеальна. Правда, чтобы дойти домой со школы, надо поплавать немного, исполнить навыки плавания, и вообще попробовать не упасть в лужу, которая где-то в глубину где-то вот так. То есть там моря, да? Моря и океаны. Капец. Ну, это понятно, потому что у нас сначала были вот такие зугробы снега, а теперь всё тает. Расскажи мне, что там в школе у вас? Как учительница по математике себя ведёт? Спаси и сохрани, Господи, я её боюсь. Ну, в общем. Честно. Ну что, может, в другую школу будем переходить? Скорее всего, да. Просто немного страшно снова адаптироваться, конечно. Ну, наверное, оно того будет стоить, потому что вот сегодня Миша написал комментарий, вот можешь прочитать. Прочитай. Это про Кирилла. Миша — это мой кум, а Кирилл — мой крестник. И вот прочитай комментарий. Я думаю, что смысла оставаться в данной школе нет, учитывая, что как бы опыт людей говорит о том, что изменить ничего нельзя. Вот. Прочитаю слуху. Инженерная гимназия на Анны Ахматовой. Это страхи и ужас Киева. Мы перевели сына оттуда из-за этой беды. Учитель математики, пенсионерка, мировая литература и невротикистая — истеричка, учитель химии. А, кстати, у нас химичка очень классная. У вас другая просто, наверное. Да, у нас новая. Угу, это вот комментарии ритуля читает. Это Миша написал большой комментарий. Я согласна с ним. В школе со стороны учителей не просто допустимо, а распространение. Издевательство и буллинг. Кстати, правда. Директор всех покрывает и жалуется ему бесполезно. Пока родители не подадут заявление в полицию, толку не будет. Но для этого надо просто уважать себя и своих родителей. У моего ребенка после перевода в колледжи прошел нервный тик, который оказал следствие нездоровой психологической нагрузки. Это ужас, правда. У нас наша математичка, ее должны были уволить, по сути. Но не уволили из-за того, что нет учителей. Ну это просто капец. И, ну, наверное, там она на какое-то время притихает, да? Да, когда с ней говорят по поводу этого, и вот оно сейчас произошло несчастный случай, она успокоилась немного, но потом это снова продолжится 100%. Ну, нам главное год этот добить, и будем уже тогда смотреть какие-то варианты школ, что-то хорошее. Если кто-то девчонки в Киеве живет, вы напишите в комментариях, может, есть какие-то хорошие действительно школы, не за все деньги мира, потому что, да, ну, понимаете. Ну, хотя бы где нормальные учителя, у меня не будут вот так руки трястись перед роком. Да, ну и там, где действительно интересно и хорошее знание дают. Я понимаю, что я сейчас, мне кажется, говорю про мифическую школу. У нас есть частная школа на ВДНХ, но там... Про обучение где-то в Америке, где все... 200 тысяч в год обучения, поэтому в сфере не получится. Вот, но мы будем рассматривать, наверное, другую школу, и, может быть, кто-то из подружек твоих перейдет из одноклассниц. Ну, посмотрим уже. Да, думаю, да. В общем, такие вот дела. Так, девочки, значит, вот готов моя заготовка. Сейчас я фету и помидорчики отправлю в духовку. Видите, я уместила это в маленькую емкость. Мне кажется, больше и не надо. Просто потом спагетти можно со спагетти это все в тарелку пересыпать. Вот, я посыпала просто приправами, и все, отправим в духовку, посмотрим, что выйдет. Просили еще подружку в кадр почаще, да? Моя Илюша, ну что такое? Ну ты нервничаешь каждый раз, когда мы Мику показываем, да, с Микой общаемся. Мика смотрит в окошко. У нее такие глаза красивые. Манюсенько. Вот и наша девочка любимая. Линяешь ты бесконечно. Сколько тебе не чухай, сколько не вычесывай, все равно эта шерсть просто повсюду. Вон, смотрите, прям поверху. И это мы ее вычесываем постоянно. Да, постоянно вычесываем. Да, Микусь? Ну иди, делай. Моя рыбочка сладкая. Моя девочка. Вот так. Ой, красивая. Вот так тебе нравится? В окошко нравится смотреть. Очень любит в окно смотреть. Ну это, наверное, все кошечки. А Илюша нервничает. Микки, внимание уделяем, да? Вот ты моя кисть еще такая сладкая. Боже, обожаю ее. Обожаю эту девочку. Ну невозможно ее не обожать просто. Мальчика тоже обожаю. Вот. Мальчик, мы тебя тоже обожаем. Ну а что такое? А что ты нервничаешь? А что ты грязные усы у тебя? Морда грязная, потому что корм, конечно, не пачкает морду, а такая еда пачкает. Поэтому. Поэтому у тебя уже мазерша. Хотя чистенький, покупанный. Но на стрижку надо. Когти отрасли, девчонки. Смотрите, какие. Все, надо резать. Илюша, ты посмотри, какой маникюр отрастил. Ты что, подлиннее, чем у меня? О, пришла, пришла. Смотрите. Ну, и что, Микось? Кусь-кусь хочешь, или что? Или просто? Ну, скажи, у меня вообще-то тут свои дела. Я вообще-то за птичками тут наблюдаю. Так что давайте отсюда чешите. Да? У нее там свои интересы. Посмотришь, у нее... Она там как будто... А, там голубь! Голубь, короче, Мика тут у нее свои дела. Деловая. И Кость, все, улетел? Черт. Ну, и тут, короче, узкие подоконники. Ей очень неудобно. Она любит в окно смотреть. Ну, шо е, то е. Я? Манюнькин. Манюничкин сейчас кушать сварим. Покажем вам, что получилось. У меня сейчас прям так все... Мне очень нравится по расположению, как стоит стол. И как-то все так нежно, красиво. Вот это еще с этим постельным бельем. Она светленькая, да? Перекликается и с креслом, и с ковриком. И мне прям очень нравится, как сейчас здесь все у меня выглядит. Прям глаз мой радует, да? Светлая мебель. Хоть и места немного, но скажу вам, что я уже вот как-то подпривыкла. И мне, в принципе, нормально. Вот. Столик скажите, как лучше? Ну, мне кажется, что так. Постоить так, потом поменяю местами. Единственное, что надо, да, коробки разобрать. Так. У меня здесь теперь классный уголок. Я могу нормально сидеть и с вами болтать. Потому что как раз падает частично, но падает дневной свет. Девчонки, вообще, я хочу поблагодарить вас за поддержку и понимание. Да. И я сегодня хочу разыграть подарок среди комментариев. Специально писать комментарии хочу выиграть. Не нужно. Просто ваши комментарии, ваши лайки под влогом в обычном формате. Просто среди комментариев я разыграю вот такой вот классный набор от Веледа. Здесь два средства по уходу за телом. Это очень-очень классное средство. Вот. Сто процентов натуральные средства для ухода за кожей. Здесь крем Баттер 150 мл. И легенький крем 75 мл. Вот так они выглядят. Я вот прям вот в этой красивой сумочке разыграю. Я, к сожалению, не могу разыграть какой-либо аромат, потому что по всему миру ароматы не доставить. То есть, если разыгрывать какой-то подарок, то его нужно разыгрывать уже для всех. И чтобы я могла отправить в любую точку мира. Кстати, был такой комментарий по поводу того, что вот вам же много косметики присылают. Почему вы с нами ее не делитесь, не разыгрываете. Дело в том, что очень многие бренды против этого. Потому что они присылают на тест-драйв для тестирования конкретно для блогера. И они следят за тем, чтобы блогеры не разыгрывали их продукцию. Ну и уж тем более не продавали. И плюс очень в основном всю продукцию, которую нам присылают, я ее же открываю, я ее пробую. Я не могу потом разыгрывать использованные продукты. Ну это так, лирическое отступление. В общем, девчонки, ваша активность и кому-то уедет красивый подарочек в любую точку мира от меня. Вот, и в инстаграм я, кстати, часто разыгрываю подарочки. Так что тоже подписывайтесь. Все, я жду, когда приготовится еда и буду кормить Ритулю. Она там собралась с девочкой пойти погулять. Вот, и надо ее накормить срочно. В принципе, есть что поесть дать, но уже ж хочется этот рецептик опробовать. Поэтому, я, кстати, забыла вам сказать, вернее, забыла это сделать. Нужно было еще фету и помидорчики сбрызнуть маслом. Желательно оливковым, у меня просто обычное растительное. Я немножечко сверху его сбрызнула. И у меня уже варятся спагетти. Вот, так что надеюсь, что все там быстренько запечется. Там, ну так, надо достаточно времени много потратить, пока помидорчики хорошо пропекутся, пока фета покроется красивой корочкой. Поэтому, ну, это не быстрое блюдо. Это не за 15-20 минут. Здесь надо потратить, наверное, минут 40. То есть, это не... Я скажу так, я вчера быстрее приготовила, пожарила котлеты и сварила макароны. Вот это вот намного быстрее. Потому что я котлеты, я не добавляю туда ни хлеба. В общем, котлеты у меня конкретно мясные. Я добавляю иногда яичко просто. Могу лук добавить, но не всегда. Я вчера так раз-раз-раз сделала быстренько котлетки. Быстренько сварила макарошки, салатик и все. А это блюдо, конечно, ну, оно долго запекается. Вот именно вот эта вся тема с помидорами и с фетой долгоиграющая такая. Девочки, ну, в общем, вот так получилось. Я думаю, что можно было еще дольше это все помучать, потомить. Но у меня уже готово спагетти. Боюсь, оно все засохнет. Поэтому мы просто вот это вот все разминаем. Вот так вот смешиваем с нашими помидорами. Вот такая вот получается у нас заправка. Вот это очень популярный рецепт сейчас в ТикТок. Я не пробовала. Первый раз я сейчас это все делаю. У тебя чувствительность такая. Так, ну что, мы пробуем. Показываю вам, что получилось. Вот. Выглядит очень аппетитно, кстати. И пахнет очень аппетитно. Сейчас попробую вообще, что получилось. Впервые. Я думаю, что, в принципе, и так все понятно. Ну, фета, приправы и помидоры, как говорится, гениальное. Но всегда все простое. Охренеть! Что, вкусно? Да? Да. Правда, оно кисловатое немного получается. Но очень вкусно. Наверное, да, кисловато. Наверное, что-то нужно туда добавить, чтобы оно кислом не было. Может быть, нужно было сахара чуть-чуть добавлять, я не знаю. Но, да, фета. Может, это помидоры просто у нас никакие нет. Может, немного подсолить? Да. Все, иди, я возьму. Хорошо. Да, кисловато. Я думаю, можно с сахарком сбалансировать попробовать. Или чем-то. Чем-то, чем-то. Даже не знаю. Попробовать. Добавить чуть-чуть сахара. Не знаю, не знаю. Ты попробуй, потому что действительно чуть-чуть. Короче, нигде никто не сказал, что это достаточно кисло получается. Поэтому посмотрим. Может быть, надо немножко балансировать с сахаром. Но я солила немного. Вот. Но, может быть, чуть-чуть еще больше посолить. Не знаю. А если попробовать с сахара добавить? Я посолила, но мне кажется, нужен сахар. Сахар, да? Ну, давай чуть-чуть. Я тебе положу. Мы сейчас попробуем. Интересно. Ну, есть такое, да. Вот хочется, чтобы оно не было настолько кислым. Это за счет сарафет получается. Да. Просто нигде, ни в одном рецепте все делали и все восхищались, как это вкусно, как это обалденно. Да, это вкусно, но это как-то получилось кисленько. Сейчас мы попробуем. Балансировали мы или нет. Мы просто надеялись, что мы сами поймем. Да, только если бы этот сахар растворился, потому что оно уже остыло. Вообще, все, кислота ушла. Да? Нормально. Так что вот так. Все. Мы обедаем. Хочу, пока не зашло совсем солнце, сходить по своим делам. Вот. Ритуля тоже сейчас пойдет гулять. Вот. Всем хорошего утра, дня, вечера. Увидимся скоро. Приятного аппетита, если кушаете. Пока.